Помолимся перед занятием. Сарь небесный, утешитель дух истины, Ты везде есть и всё наполняешь. Источник благ и жизнеподатель Принесились в нас, и очисти нас от всякой скверны, И спаси, благой души наши. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, мы продолжаем противосептанские материалы. Следующая тема о молитве за умерших. Так, микрофоны благодатское, выключите, пожалуйста. Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. И приблизившись, Иисус сказал им, Дана мне всякая власть на небе и на земле. И 21 глава, 22 стих. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Откровение, 1 глава, 18 стих. И живы, и был мертв, и сия жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Иакова 5, 16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. 1 калифонам, 13, 8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Человек умирает только телом, а не душою. Экклесиаз 12, 7. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вот почему Христос учит нас. Лука 20, 38. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. И апостол Павел утверждает в послании к римлянам, 14 глава, 8-9 стихи. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли? Или умираем? Всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. 2 Коринфянам 5, 8. То мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И живые, и умершие. Все вместе составляют единую Христову Церковь. Одну великую Божью семью под главенством искупившего их Спасителя мира, который владычествует и над мертвыми, и над живыми. Христианам 1, 10-22. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего головою Церкви. Этот великий союз живых и умерших членов Церкви Христовой основан на Божьей любви, ибо сам Бог основает Иоанне и глава Церкви, есть высочайшая любовь. 1 Иоанна 4, 8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 3 глава 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. 1 Калифинам 12, 26. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Любовь к братьям никогда не должна прекращаться, ибо любовь христианская бесконечна и вечно, как бесконечен и вечен сам Бог любви. Ни расстояние, ни время, ни смерть, ни могила не прекратят этой любви. 1 Иоанна 3, 10 стих. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Римлянам 8, 38-39. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. 1 Коринфянам 13, 8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Евреям 13, 7-8. Поминайте наставников Ваших, которые проповедовали Вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Истинная христианская любовь не ограничивается словами, а непременно должна проявлять себя в деле. 1 Иоанна 3, 18. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным. В чем же и каким делом мы можем проявить свою любовь к умершим? Для их тел наша помощь уже не нужна. Они уже не нуждаются ни в пище, ни в питье, ни в одежде, ни в жилище, ни даже в воздухе. Для мертвого тела, обратившегося в прах, ничего не нужно. Но для живой души, обремененной во время земной жизни грехами и перешедшей с ними в загробную жизнь, есть великая нужда освободиться от них, чтобы после всеобщего суда войти в вечное царство славы и благодати Божией, ибо, книга Откровений 21-27, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнцев в книге жизни. «Остается для нас только одно – деятельное проявление нашей любви к усопшим – это молитва о них к Богу, владыки живых и мертвых и молитвенное обращение к святым угодникам, друзьям его, ходатайствовать пред ним о смягчении их участи и прощении грехов. После смерти человека его участь еще не окончательно решена» Сирахов 11-26 «Несправедливо бесчестить разумного бедного и не должно прославлять мужа грешного» Евреям 9-27 «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, окончательное решение будет на страшном суде» 2 Коринфянам 5-10 «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 1 Царств 2-6 «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит» Премудрость Соломона 16-17 «Но самое чудное было то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающий, ибо самый мир есть поборник за праведных». 2 Царств 2 «Христу дана всякая власть и на земле и на небе» Матфея 28-18 «И приближившийся суд сказал им «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и у него ключи ада и смерти» Откровение 1-18 «И живы, и был мертв, и си жив во веки веков. Аминь. И имею в ключи ада и смерти» Матфея 12 глава 31-32 «По сему говорю вам, всякий грех или хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если же кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем». «Будем просить с верою» Матфея 21-22 «Ибо все, чего не попросите в молитве с верою, получите» Евангелие Таана 14 глава 13-14 «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». «Если чего попросите во имя Мое, то я то сделаю». «Вопросы по прочитанному есть?» «Так, значит, Игнарь Тихонович, у меня вопрос. Вот Матфея мы читаем 12 глава 31-32 стихи «Посему говорил вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Дальше, что ни в тем веке, ни в будущем уже прощения этому грешнику, хулившему духу святого нет. И дальше идет такое вот, как бы «Будем просить с верою». И дальше «Все, чего не попросите в молитве, с верою получите». То есть здесь не имеется в виду то, что если будем просить за человека, богохульника, похулившего духа святого, то Господь его простит. Нет же. Нет же, конечно. «И не проси, я тебя не услышу». Прямо говорит, и не услышу. И в Новом Завете говорится, не о том говорю, что вы просили. Тут все ясно, совместить надо эти места, чтобы одно место не противоречило другому. Хорошо. То есть это понятно. Если человек ввел греховную жизнь, и мы точно знаем, что он грешник, грешник нежелающий каяться, он был в нету церкви, то и не о том говорю, чтобы молились. То есть молитва за таких людей Богу не угодна, и он не услышит ее. И здесь вот это, и все, что не попросите в молитве, с верою получите, это не об этом говорится. Тогда, теперь, другая категория людей. Люди, которые верующие, члены в церкви, но мы окончательно досуда не знаем их участь. И они умерли, и мы бы хотели, как христиане по любви, чтобы Господь их определил в Царстве Небесное, и об этом мы Бога молим. Но наша молитва может ли повлиять на Бога, неподкупного судью? То есть эта молитва, это как бы акт любви, и в то же время мы, ну, можно ассоциировать, если можно, когда «простит меня Господь», вот с таким вот, ну пожалуйста, ну пропихни его, обычно вот, ну, матери за своих сыновей, которые, ну, за родственников им охота, чтобы все там оказались, хотя они в церковь там ходили, там, колес на христианство, там, ну, укрещенные, и достаточно этого. Как вот об этой молитве, как, ну это же получается какое-то, ну, неверие в Божью справедливость, что ли получается. То есть каждый получит все по своим делам, по делам, а не по молитвам. Это тоже же нужно учитывать или нет? Ты закончил? Да. А то ты не вопрос задаешь, а я зачем тут подошел, когда ты все отвечаешь. Дело в том, что есть еще шестнадцатая глава, Евангелие от Луки, когда богач просит облегчение, прохладил язык, и сказано «между нами и вами великая пропасть не переходит». А почему? Иногда люди перед смертью сильно тоскуют и убиваются и говорят «я похвалил Духа Святого, я во всем раскаюсь, но я похвалил Духа Святого, этот грех не простится». Смысл-то здесь в том, что если он просит прощения, то значит не похвалил. Покаяния нет, как у дьявола, у него нет покаяния. А что я плохого сделал? Домашнее тоже. А что я сделал? Все так делают. Покаяния-то нету. И здесь говорится о том, что молиться за своих. И в молитвах говорится «помяни раба твоего». Ну одна прихожанка подошла к батюшке, я считал, и батюшка «вот отца бы как отпеть?» Ну батюшка-то такой хороший. Он спросил, ну он как верил? В церковь ходил, прищищался. Нет! Он коммунист был, он Ленина посчитал. А-а-а! Тогда ты не ко мне обратилась бы. Ты тогда, ну а что делать-то? Как вот хоронить-то? Он же не собака. Да нет, это хуже собаки. Тогда вот памятник стоит около краевой администрации-то. Ну и вокруг несите его. Как обнесете и гробом ударьте в этот памятник-то. Поставьте еще раз и три раза так. Может ему это поможет? А как поможет? Не знаю. Ну зачем? Я не нужен. Пускай к Ленину идет. У нас в Барнауле этот случай был такой неверующий. Умер. А другой неверующий у гроба его сидит ночь. Караулит и курит. И уронил эту папиросу-то. А там тряпки все это загорело. И сам обгорел. И покойник с женой уже. Уже ад начался на земле. Вот так. Значит надо разумно смотреть. За кого молиться? Раба твоего. Другой молитвы-то нет. Он рабом был? Нет. Ну а тогда как молиться-то? Потому что мне так надо. Это говорит о том, ты никакой. Но теперь он после смерти нет покаяния. Мне говорит Ян Златоус об этом. Щетко и ясно. После смерти нет покаяния. В чем застану, в том и сужу. Вот Господь судит. И он пьяница был. В блуде его Бог застал. Шел с матерками за родину за Сталина. Упал. Мертвый на той стороне. Теперь он такой же и встанет. В чем застал его? Там нет покаяния. А вот он там теперь увидал, покаялся. Нет покаяния. Написано. Щетко и ясно. Значит за них и молитвы никакой нет. А есть ли пользы? Не знаем. Я вспоминаю всегда слова Конфуция. Его тоже спрашивали. Мертвые умирают, а мы вот так заботимся. А другие нет. Как? Он говорит, если вам сказать, что мертвым это не нужно, вы их хоронить не будете. Если сказать, что помогает, вы забудете о живых. Умрете, узнаете. Я это самое скажу. Отошел. Спаси Христос. Да. То есть. Правильно. Вот эти вот последние слова. Можно и по чтениям к умершим относиться, но и про живых не забывать. Но и все же, когда то, что за неверующих не молиться, это понятно. За верующих молитвы. Мы тоже не знаем, помогает ли она им, либо не помогает. Но нам как? Это вот просто, если человек жил свято, то по делам его, и мы тоже на земле же понимаем, и у нас даже при жизни канонизируют святых. Правда, не сразу. Или какое-то сомнение, и мы просим, что мы сомневаемся, как человек попадет в рай или в ад, и Бога просим. Я не понимаю, для чего эта молитва нам, живым, за верующих. То, что акт любви, понятно, но повлиять же мы не можем. Ты понимаешь, ты вопрос не задаешь. Ты его сразу трактуешь и куда-то тянешь. Я не буду больше подходить, если так будешь задавать. Я сижу, сижу, не могу дождаться, когда ты кончишь толковать. Ты толкуешь, а я зачем? Только тебя опровергать, отношения портить. Я не буду это делать больше. У нас хорошие отношения с тобой. Зачем молиться за верующих? Я отвечаю. Вот вопрос. В одном предложении все выражай. Не толкуй никогда. Или не вызывай меня. Два варианта. Просто и понятно. Чувство любви. В Ветхом Завете написано «щи отца и мать». Все ветхозаветные заповеди, они не отменяются, как говорят баптисты. Они не отменяются. А они возвышаются. Ну а спрашивается, ну там написано «не прелюбодейся», а в Новом Завете «и не смотри». Уже прелюбодействовал. Там написано «не убей». А в Новом Завете гневающийся на брата уже убийца. А как эту заповедь возвысил? А так, раньше было «корми на поезд старый человек, отец помогай». А у нас в Новом Завете теперь разрешено и молиться. Церковь знает. Так было всегда. Об этом подробно пишет Иоанн Златоуст. А мы не знаем. Это сокрыто. На чувство любви осталось. Мне зачем знать. Дошло, не дошло письмо. Я ходатайствовал. Я послал письмо. Вот узнали, там сидит Ася. Там 200 миллионов мусульманок против нее, чтобы ее казнили. А я за нее молюсь каждый день. А какая польза? Не знаю. Не знаю. Но у меня чувство любви и удовлетворенности, что Бог соединил эту страдалицу в тюрьме Пакистана со мной, живущим в Барнауле. У католиков там все расписано. Какой грех, сколько стоит, как откупить. Если ты заблудил, определенно. Например, по нашим деньгам 15 тысяч. Но если с монашкой, тогда 45. А если монах с монашкой, 108. Вот и думай тогда, где? Как? Там, определенно. Вот столько-то. А у нас у православных вообще ничего этого нет. Никакого чистилища. Там они отвечают, как бы, за это. Обязанность какая-то. Ну, это все выдумка. Но, однако, что-то говорят. А у нас еще не говорят. А какая польза? Не знаю. Вот мне звонят каждый день. Вот даже сейчас вот с крыльника это... Елена вышла. Ребятишек, которые шестеро-то. У нее, у Настеньки, девочка последняя маленькая там. Она болела. Операцию делали. В феврале буду делать сердце. Порог сердца. А я еще года два, наверное, три. Ее долго не было нигде. Она вышла на меня. Я сейчас в каждой молитве эту Настеньку упоминаю. А какая польза? Не знаю. Мне вот сегодня один напомнил, тут там с иностранцами беседовал. Он давно о нас знает. И говорит, вот Надежда Васильевна лежала, рах у нее там в последней степени. Лежала в больнице Новосибирске. Ее уже, говорится, в коридор вытащили. А вот Игнатий молился за нее. Уходил в лес и со слезами все время молился. Я уже все забыл. А теперь она ходит и нужды нету. То ли это так или нет. Я молился, чтобы вернулся Александр Александрович Солжениц. Он вернулся. Я молился о крушении коммунистического режима. День и ночь молился. Милости не подавал. Он рухнул. Но может не от этого. Но у меня удовлетворение, что молитва исполнилась. Бог есть любовь. А какая польза? Вот отец у меня умер, мать. И теперь разницы никакой нет. Вот я живу, так мне просторно, хороший. А помогал мэр города, мэр. И он погиб в автокатастрофе. Я узнал, что он верующий. Баварин Владимир Николаевич. Я, крадуясь к Богу, как потихоньку подхожу. Господи, если можно, что сделать для него облегчение. Он так много для нас сделал. Если не угодно молитва, прости меня, Господи. А внутренний дух говорит благодарности. Вот и весь ответ. Чувство благодарности в любви остается. И это уже нам достаточно. Не так похоронили, как у бакистов. Все, испречь долой. А мы помним. Записки подаем за упокой, за здравие. Богу слава. Отошел. Спасибо, Христос. Так, еще вопросы у кого по этой теме есть? Задавайте. Орам Григориан. Пиши. По теме об этих. Микрофона, видимо, нет. Да. Пока пишет, мы продолжим чтение. Итак, сектанты не верят в эти молитвы. И вот утверждение сектантское, что есть в Библии запрет молиться за умерших. И приводится вот такое место. Книга пророка Иеремия, 16 глава 6-8 стихи. И умрут великие и малые на земле сей, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить. Запрещает молиться за умерших. То есть вот это место, по мнению сектантов, говорит о запрете молитвы за умерших. Итак, что же отвечает на это православный? Здесь нет даже и намека на этот запрет. В Ветхом Завете существовали поминки умерших, для которых преломляли хлеб и пили чашу утешения. Бог не велит пророку молиться за тех, кто лишён за своё идолопоклонство и отступничество всякого утешения. Проколемия 16.4. Тяжкими смертями умрут они и не будут ни облаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным. То есть здесь, в этом месте, как я понимаю, есть запрет молиться за умерших идолопоклонников. И пророчества, вот как вот их тела и никто их не оплакивать будет, не хоронить. Ну и сегодня мы знаем, что прожил человек жизнь, у него не друзей, никто и умер, как говорят, под забором, как собака. Похоронить некому. Этот человек сам себе такую участь избрал. Другая же смерть совершенно у верующих, у членов церкви. Плачут все и скорбят, и одновременно и радуются, что наконец-то со Христом душа встретится. А сектанты все в одну кучу толкают. Вопрос, значит, у Арама Григориана, новенький человек. Как вы лично определяете слово сектантство? Как вы понимаете? И второй вопрос. В чем разница в сказанном между Сыном Человеческим, кто он, любой человек или Иисус, и Святым Духом? Вот такие два вопроса. Я не знаю, стоит на них сейчас отвечать или отложить в конце? Отложить, когда кончим через час, а час пройдет в свое время. Хорошо. Так. Значит, первый час вопросы задавайте только по прочитанному. Ну, хотя здесь и сказано, что сектант, да, то есть я называю это, вроде как бы по прочитанному, но не совсем. Поэтому потерпите полчасика, и вам ответят на этот вопрос. Итак, следующее возражение сектанта. Не члена церкви, которые отсеклись, которые не ходят в церковь, или ходят в лжецерковь. Иеремия 17, 7. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. И такой вывод из этого. Надеющиеся на молитвы живых после своей смерти прокляты Богом. Православный. Кто просит молитв за умерших, тот не на людей надеется, а на Господа. Здесь же проклятым назван тот, у кого и сердце удаляется от Бога. Апостолы просили молитвы за себя. Римлянам 15, 30. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашему Иисусом Христом и любовью Духа подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу. Что, на человека надеется, что ли, проклят он апостол Павел? Да нет же, конечно. 1 Фессалоникийсам 5, 25. Братья, молитесь о нас. Евреям 13, 18. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. В Библии есть места, которые дают возможность надеяться на облегчение участи умерших грешников посредством молитв и милостыни. 2 Законие 26, 14. Я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновал согласу Господа Бога моего, и исполнил все, что ты заповедал мне. Иеремия 16, 7. И не будут переломлять для них хлеб в печали в утешении об умершем. И не подадут им чашу утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Левитам 15, 30. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение. И очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее. Число 6, 11. Священник одному из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение. И очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. Руфь 2, 20. И сказала Наиминь смахе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. И сказала ей Наиминь, человек этот близок к нам, он из наших родственников. Сирахов 7, 36. Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его. Притча 15, 29. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Исайя 1, 15. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Варух 3, 4, 6 стих. Господи, Вседержителю Божий Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред тобою, которые не послушали глаза Господа Бога своего, зато и постигли нас бедствия. 5 стих. Не вспоминай неправ отцов наших, но вспомни руку твою и имя твое все время. Ибо ты Господь Бог наш и мы прославим тебя Господи. 2 книга Маковейская, 12 глава с 39 по 45 стихи. На другой день бывшие с Иудою пошли, как требовал долг, принести тела павших и положить их вместе со сродниками в отеческих гробницах. Нашли они у каждого из умерших под хитонами посвященные и амнийским идолам вещи, что закон запрещал иудеям, и сделалось всем явно, по какой причине они пали. Итак, все прославили праведного судью Господа, открывающего сокровенное, и обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех. А доблестный Иуда увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. Римлянам, 6 глава, 14 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. 1 Иоанна, 3 глава, 21 по 22 стихи. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него. Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Римлянам, 8 глава, 15 по 16 стихи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, а воочи. Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Иоанна, 14 глава, 13 стих. И если чего попросить у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Когда наступит воскресенье умерших, учит Августин, то будет немало таких, которым после мучений, испытанных душами умерших, оказано будет милосердие. Так что они не будут посланы в вечный огонь. Матфея, 12, 32. Если же, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веки, ни в будущем. Матфея, 10 глава, 12, 13 стихи. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Так и молитва за умерших. Если умершие не будут их достойны, то они возвратятся к нам. Псалом, 34, 13. Я во время болезни их одевался во вретище и изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра моё. Церковь молится только за тех, кто при жизни уверовал во Христа, принял святое крещение, был чадом Божиим, выскупленным кровью Христа. И все молитвы говорят об этом. Раб Божий. За неуверовавших, как за богача в аду, нет молитвы. Так и Авраам не пожелал облегчить страданий немилосердного. Церковь не молится о явных хулителях Бога и Его Церкви, об отрекшихся от Христа, о непочитающих за святыню кровь завета, то есть отвергающих догмат искупления Христом человечества, и о согрешающих произвольно и не считающих грех грехом. Что и есть хула на Духа Святого? Канонические ответы Тимофея Александрийского. Ответ 14. Если возможна молитва ангелов и умерших о живых, то возможна и молитва живых о умерших. Вторая Маковейская, 15 глава, 12 по 14 стихи. Видение же его было такое, он видел о нею бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного видом кроткого нрава, приятного в речах, из детства ревностно усвоившего все, что касалось добродетели. Видел, что он, простирая руки, молился за весь народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою, окруженный дивным и необычным величием. И сказал он ей, это братолюбец, который много молился о народе и святом городе Иеремия, пророк Божий. Книга пророка Захария, 1 глава, 12 по 13 стихи. И отвечал ангел Господь и не сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мной, изрек Господь слова благие, слова утешительные. Книга пророка Даниила, 10 глава, 11 по 21 стихи. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и встань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышанные, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих. И я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною, Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы и дыхание замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал, Не бойся, муж, желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. Когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. И нет никого, кто поддерживал меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Евангелие от Матфея, 19, 26. А Иисус, воззрев, сказал им, человекам это невозможно, Богу же все возможно. Мы не знаем, о ком Бог услышит молитву, даже о живых, и кого помилует. Но молимся, исполняя повеление Божие. Иаков 5, 16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. 1 Тимофею, 2, 1. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Приклик, 1 Тимофею, 3. 2 Тимофею, 2 Т Artist 8, 14. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Христианин. Помни всегда о последних днях твоей жизни и загробном твоем существовании до всеобщего суда над всем миром и тобою, 3. Приобретая здесь на земле себе друзей, которые после смерти твоей облегчили бы твою участь милостынями и молитвами за твою грешную душу. 4. Но и сам, не забывая ближних, после смерти их, помня, что какую мерою меряешь свою любовь к ним, такую мерою мерят и тебе. 5. Вопросы? 6. Вопросы? 6. Как сектанту, какое место конкретно в Библии есть, которое бы указывало на необходимость молитвы за умерших? Вот он не верит, что надо молиться. Его не нужно в этом убеждать? Пусть он при своем мнении остается, или все-таки нужно? Ну то, что сказали, больше ничего нету. Все. Если человек молится, я вот знаю сейчас, я так вот про себя знаю, вот я знаю Бориса Семеновича, он сейчас слышит и сердце у него радуется. Он такое слышит. А который не верит, он не был этим верить. Я разговаривал с баптистами и никак не верит. Интересно, крестное знамя не отрицают. Я говорю, а вы вас не видели когда-нибудь нечистую силу? Женщина встала, да я видела. Ну а как ты от нее отбивалась? А я говорю, а они еще не помогают. Тогда я взяла вот так, перекрестила, и говорит, он упал, и больше не было. А сама не крестится. Я говорю, вот крестить детей надо. Она говорит, ну а зачем? Они не понимают ничего. Но это прообразовано было в обрезании. Вот сегодня вы спасаетесь, а ребенок не крещен, и он не войдет в район. Она говорит, да я завтра пойду покрещу в баптистской. Вот и все. Это пока не коснулось. Сказать мы должны, но не больше. Я сегодня ролик такой один, тут мы наговорили. Называется «Патриарху и президенту». Программа «Как бы во сне». Там обо всем, вот как надо бы сделать, это мое видение. Буквально все освещено. Что необходимо сделать? Патриарху и президенту. Вот если бы меня избрали на это дело, как бы с этой позиции я захожу. Я там отвечаю. Сегодня ролик выставлен, посмотрите. Он очень богатый. Так и здесь. Сказали один раз, ну и все. А если которые будут соединяться и не поверят, ну с православием-то, его в обязанности ставится это. Это чувство любви. Все. Так. Вопросы по молитвам за умерших есть? Ну еще такой вопрос. Что значит упокой душу? Она значит там мечется беспокойно, молитва за упокойной. А какой мир у грешника? Какой ему покой? Никакого нет, он мучается, и конца края не видно. Есть такой рассказ. Один больной лежит, парализованный, там уже лет 35. Ну и стал роптать, да лучше бы в аду, и то легче, наверное. И ангел отнял душу и говорит, ты идешь на один год. И он там мучается, кричат люди, сидят там в огне, горят. Вот их проходит 100 лет, 200 лет. Ангел забыл меня, он уже давай-то роптать. Да я только говорил, а я не хотел, я не знал. И вдруг ад осветился, это как рассказ. И ангел говорит, зачем ты опять ропчешь-то? Прошел только один час. Вот как там время идет. А вот мы когда покой теряем, вдруг благовесть, хорошая весть пришла. И мы успокоились, переживали, переживали. Как они там наши дети, как? Сказали, шторм в море. А говорят, уже корабли в порту, все живые, живые. Она беспокойная. Вот у меня знакомый здесь есть, и не какой-то племянник. А отец у них дальний был, дальнобойщик, далеко, и опасное путешествие. И дети молились. И мальчишка тоже молится, папу верни. А девчонка-то видит, а он ее не видит, в другом доме, там летняя кухня-то. Она прибежала, не надо молиться, не надо, папа уже дома на кровати. Это, конечно, по-детски. Ну, смысл-то, надо молиться, но благодарить теперь Бога, что отец явился. Так и здесь. Беспокоился, утешения нет, а теперь упокоился, получил желаемое. Так принято говорить, упокой в обителях небесных. То есть, чтобы он получил покой, находясь с тобой, Господи. Тут, по-моему, очень даже ясно. Отошел. Благодарю. Еще вопросы? У меня вопрос. Если мы молимся за умерших, и если умерший грешник, молитва ему поможет как-то? Или, наверное, перепаразирую по-другому, именно молитва может помочь ему? Если он уже на грешу. Игнать Тихонович, микрофон выключен. Вот вы сейчас вопрос задаете. Значит, вам сразу бремя такое. Все, что сегодня прошли о молитве за умерших, просчитать три раза и открыть все места писания. Если эти места не убедят, я уже ничего не добавлю. Здесь выбрано все. Понял. Большой, огромный труд положил. Вот вам эпитемья. Будьте внимательны. Три раза с сегодняшнего дня, потихоньку, там, по одному стиху разбирайте и размышляйте, к чему придете. А потом опять скажете, я просчитал три раза, медленно, в течение трех месяцев, примерно на три месяца разделите это. И ничего не нашел, где там молитвы за умерших. Все, я скажу, больше ничего тебе не надо. Умрешь и узнаешь. Понял. Понял. Потихоньку. Я прошу прощения, просто опоздал сегодня к читанию, на работе задержался, и из-за этого пропустил, видимо, но принял. Ну, Тихонович, а вы молитесь за своих родственников, ну, неверующих, которые усопли, ну, ушли в тот мир? Микрофон, Игорь Михайлович. Таких родственников в моем родстве не было. У меня по линии отца были верующие. По линии матери верующие, строго верующие, глубоко верующие. Дедушка Егор собирал бабушек и считал им златоуста. И по линии жены нету. У ней два священника, они должны быть канонизированы по законам. Их расстреляли там и были священниками. У меня просто таких нету. Ну, вот, я хочу молиться, мне человек много добра сделал. То место, где я нахожусь, вот здесь, 11 лет шел в суд, когда я освободился. Ну, и Господь так сделал, чтобы решение было в мою пользу. А у администрации сделали ответственно не КГБ, а городская администрация. А у них денег нет. И Бог так все делает, который называется исполнитель, чтобы выполнено было решение суда. И она тогда пришла в городскую администрацию. Мне говорят, ты сказала, у меня власть, и я ей воспользуюсь. Я арестовываю все счета городской администрации. Ни один учитель, ни один бюджетник не получит денег. Это самый раздрай был, когда. Не получит. Пока не рассчитайтесь с Лапкиным. И у нас тогда начались переговоры. Я говорю, нам нужна недвижимость. Нам молиться было негде. Мы же от Русской Православной Зарубежной Церкви отдельно. Когда спросили, сколько надо квадратов. А я сижу у начальника, у главы администрации Железнодорожного района. И думаю, его кабинет большой. И приемная тоже так. А молились-то там, мы совсем маленькие было дома-то. Я так сказал и сжался, думаю, да разве они пойдут на это такое. Но я сказал, там было, может быть, 50 квадратов. Это много для нас. 50 квадратов комната одна. Но мы молились. И Господь повернул все. Главную помощь оказал мэр города. Потом он погибнет. Прокурор края. Краевой судья. Там ректоры. Кого только Бог не восставил-то. И решили закончить. И дали мне вот это место. И не 50 квадратных метров, что я испугался, а 226. 226. И когда погиб он, у меня внутренняя все жалость. Погиб этот человек, который главную роль сыграл в этом-то. Мэр города. Десятку лучших мэров России входил. Мне молиться надо. А он был портор до этого, моторного завода. Я начал названивать. Я не видел, где он молился. Я чуть не до 12 часов ночи все звонил. И наконец нашел главного редактора нашей губернской газеты «Алтайская правда». Шепчих Ольга Николаевна. Она говорит, да, он был верующий. Верующий. Он крестил ребенка, внука. У меня, говорит, фотография есть. Я тогда помолился. Упокой, Господи, новопредставленного, раба Владимира. Он так много сделал для нас. Он приезжал в мэр города сюда. Ну, такие отношения были, как будто он родной брат. Ну, если, Господи, моя молитва тебе не угодна, прости меня. Я его не знал близко. Вот. За другого. Нашей семье нигде не было неверующих. Ну, были такие, а бы как веровали. Конечно, но все-таки они веровали. Вот такой ответ. Час прошел. Задавайте вопросы. Здравствуйте. Можно я прочитаю твой вопрос? Можно. Простите за мой русский. Это мой неродной язык. Вот тут сказано было, что нужно молиться во всякое время. Как это понимаете, это слово во всякое время? То есть, всегда без остановления? И как вам представляется такая молитва? Как сделать это? Какая молитва? Я не понял. Что, значит, что непрестанная молитва? Во всякое время. Что, как понимать, во всякое время? Разницы нету. Днем, ночью, в дороге, где бы ты ни был, ты молись во всякое время. Как и проповедовать. Во время, не во время. Кажется, обстановка не такая. Вот мы считаем книга про Рокканиема, вторая глава. Он был в иночерпием у царя. Ясно, что он молился за царя. Это очень доверчивые люди. Доверенные у него были. И он заботился об исходе народа своего из плена. И вдруг царь заметил, что у него лицо печальное. Представили не было бы. Все, глаза бегающие, все, и к стенке. Его спросили. Чем печален? Болеешь? Царь говорит, нет. У тебя печальное сердце. А он вино подает. Подавал вино. Я, говорит, сильно испугался. Нееме, вторая глава. Сильно испугался. Я помолился. А где молиться-то? То есть он только и мог сказать, Господи, услышь. И стал сразу говорить. Вот и молитва его. И Бог внезапно повернул сердце царя, царицы. Он сказал о народе своем. В каком бедствии остались там. И Господь все делал, как он просил. Во всякое время. Где бы ты ни был. Садишься в трамвае, в автобус, верующий православный, самолетом. Обязательно перекрестись. Соверши крестное знамение. Это свидетельство. Это уже платформа. Основание для начала проповеди. Сказать где-то. Где бы ты ни был. Вот большое путешествие сделали. Миссионерское. От Владивостока до Лиссабона. И мы 600 там с лишним. 650, кажется, городов и районных центров посетили. И где бы мы ни были. Мы выезжаем, не останавливаясь. А иногда и останавливаемся. Расстилаем палатку. И молимся около дороги. Молимся. Всегда. Днем ли, ночью, или турки, или рядом с нами. Мы никогда ни на что не смотрели. Мы молились. И Бог нас провел. Мы живые вернулись. 120 тысяч километров прошли. Во всякое время. Везде. Всегда. Напоминание о смерти очень полезно. Почему Златоуст советует быть там, где человека осуждает на казнь. Где его хоронят. Чтоб ты помнил об этом. Помни о дне последней. Последние дни. И вовек не согрешишь. Стирахов говорит. Помни. И когда молимся об умерших, это напоминает мне о смерти. Уже польза есть. И далее. Я заботюсь о нем. Произношу имя. Поминай его дела. Тоже польза есть. Я беру пример. И если он даже не спасется. Мои молитвы не помогли ему. То чувство любви Бог не осудит никогда. А если ему надо было помочь, я не простер руку. Начинал умствовать, не поможет. Ну, тогда еще сказать. Виновный? Так что лучше молиться. Что-то не слышно. Голоса нету. Голоса нету. Я не пойму. Нету. Не слышно. Нету. Нету. Не слышно. Нету. Слышите меня, Игнать Тихович? Меня слышите? Я слышу тебя. А Бориса Семеновича не слышу. Что-то у него в микрофон. У него включается, выключается. Я хорошо слышу всех.